Салюты, амики! Вы на канале учитающей Катарины и, как ни странно, уже прошла половина 2024 года. А это значит, что пора подвести читательские итоги первого полугодия. Я буду опираться на тег, который ещё в 2021 году заимствовала с канала Маши Терёшкиной. Если ты это смотришь, передаю тебе привет. Этот тег адаптирован на русский язык с англоязычного BookTube, где он называется Mid-Year Book Freakout Tag. Но прежде чем мы начнём, несколько слов о моей статистике. Всего за эти полгода я прочитала 55 книг, из которых 15 я только слушала в аудио. И из этого числа 30 книг — это мои бумажные книги из моей физической библиотеки. Соответственно, 25 я слушала или читала в различных сервисах по подписке или купив электронную копию. Всего за полгода я купила 77 книг. Ещё одна висит в предзаказе — это следующая книжка Маши Покусайга, которую мы ждём где-то в августе. Соответственно, баланс смещается в пользу покупок, и я просто надеюсь, что летом я буду меньше покупать, потому что издательство в принципе летом меньше выпускает новинок, чем весной и осенью. А теперь перейдём к вопросам тега. Первый вопрос. Лучшая книга, прочитанная в этом году? Здесь я не смогла выбрать одну книгу, и вообще у меня нет какой-то одной книги, которая была бы вот лучшей, вот 100 из 10. Я читаю много разной литературы, и разные книги оцениваю тоже немножко по-разному, поэтому немножко из разных жанров выбрала те книги, которые мне больше всего запомнили за эти полгода. Если говорить про фэнтези, то, пожалуй, это будут любые Аль Рассана Гая Геврилла Кея. Моё любимое историческое фэнтези, всякие аллюзии на испанскую средневековую литературу, очень много опоры на реальные исторические процессы, которые происходили на Пиренейском полуострове, какая-то масштабность истории, при этом локальность судеб конкретных героев. Мне всё это очень нравится. И про Гая Геврилла Кея я чуть подробнее рассказывала в специальном видео, где-то здесь будет подсказочка. Также большое впечатление на меня произвёл кругосветный атлас маяков. Казалось бы, небольшая книжка, где на развороте помещается информация о каком-нибудь отдалённом маяке. И буквально несколько абзацев информации, каких-то историй, которые связаны со строительством или функционированием маяка, иллюстрации, и как бы всё. Во-первых, чего тут читать, во-вторых, какая вообще может быть ценность, думала я. Однако в процессе чтения я действительно очень глубоко чувствовала какое-то одиночество, вот эту отдалённость, суровость природы в тех местах, где стоят эти маяки, а также одиночество осмотрителей маяков и как им должно было быть тяжело работать в таких условиях. То есть я как будто бы на кончиках пальцев почувствовала вот этот сложный какой-то спектр эмоций и поняла, собственно, почему Хосе Луис Консалес Массиас написал эту книгу. Его тоже завораживает вот эта вот отдалённость, изолированность, одиночество, которое связано с образами маяков. И он совершенно чудесно смог передать это читателям. Я совершенно не ожидала такого эффекта, поэтому была приятно удивлена. Также я поставила десятку Питеру Пену. Я прочитала его по-английски, пополнила свой словарный запас, потому что там очень много редких устаревших слов. В общем, прочитала Питера Пена, поразилась тому, как Джеймс Мэтью Барри схватил вот это нежелание Питера взрослеть, и прям видно, насколько оно эгоистичное, но при этом мы все прекрасно понимаем это желание оставаться в прекрасном Неверленде. В общем, я прочитала Питера Пена, поразилась тому, насколько сильно этот мальчик не хотел взрослеть, и одновременно, насколько он эгоистичен в этом своём желании, и как он мало внимания уделяет, по сути, всем людям, которые его окружают. В этом не видится что-то вот из этих стадий развития психики ребёнка, когда он ещё слишком эгоистичный, думает только о своих желаниях, и только становясь старше, учится альтруизму, учится вставать на место других и так далее. В общем, Питер застрял на какой-то стадии детского развития. Проследствия мне было прям очень здорово, очень классно, поэтому это десятка, но, конечно, мне Питер Пен был интересен именно как такая стартовая точка в литературной традиции Великобритании. Очень многие авторы были вдохновлены Питером Пеном, и многие тексты, которые рассказывают про волшебную страну, куда можно попасть определённым образом, они так или иначе, хотя бы типологически, связаны с Питером Пеном и с тем, как герои из нашего реального мира попадают в Неверленд. И четвёртая книга, которая будет в ответе на первый вопрос, это довольно неожиданный выбор. Это сборник итальянских новелл XVI века. Издательство Ивана Лимбаха в переводе Романа Шмаракова. Казалось бы, какой-то дремучий текст XVI века, у них там свои какие-то приколы с дидактикой наверняка христианской, ещё что-то. Кому это может быть интересно? Ну, это очень интересно. Читается запойно, то есть это абсолютно такие вымышленные, фантастически интересные истории. Эти истории имеют всякие умные штуки, то есть кто-нибудь устраивает кому-нибудь, например, проверку каким-то хитроумным образом. Или человек, находящийся в неудачном каком-то положении, с помощью хитрости улучшает это своё положение. То есть здесь и любовные какие-то истории, и истории о том, как кто-то помог какому-то правителю решить какую-то загадку, что-то в таком духе. Невероятно интересно. Здесь есть такая рамочная история, собственно, про королевича Серентибских. То есть это дети короля, которые отправляются в путешествие и там тоже видят всякое разное, помогают разным правителям, женятся в какой-то момент. Но внутри вот этой вот рамочной конструкции есть множество-множество разных историй. Читается невероятно увлекательно. Я вообще в жизни не ожидала, что было читать с таким большим удовольствием. Поэтому, может быть, вам тоже нужно что-то подобное. Горячо рекомендую. Далее второй вопрос. Лучший сиквел, прочитанный в этом году. Здесь я назову вторую часть цикла Алексея Олейникова о Дженни Далфин. Дженни Далфин и Скрытые земли, замок на болотах. Если в первой книге этой серии Дженни знакомится с волшебным миром на ощупь, совершая ошибки, то есть двигаясь совершенно вот так вот вслепую, то во второй книге уже под контролем взрослых. Она начинает глубже погружаться в мир скрытых земель, и читатель понимает, что это место ужасно мрачное, с довольно серьёзными и жестокими законами. То есть постепенно история становится всё более мрачной. С другой стороны, неожиданно посреди книги у нас появляется такая вставка с герметичным детективом. Конечно, там всё это, оказывается, связано с большой историей, но это было довольно освежающе, и немножко сделало более светлым вот этот весь мрачный градус. Дженни Далфин — это великолепная серия. Я прочитала пока две книги, собственно, которые вышли в процессе переиздания. Маша, мы ждём третью. Так что да, это продолжение, которое мне понравилось. Ещё цикл, про который я буду сегодня чуть больше говорить дальше, это цикл о Королевском воре, и мне очень понравилась третья книга из шести в этом цикле, поэтому в каком-то смысле это сиквел. Это цикл Меган Уэйлин Тёрнер, Королевский вор называется, и третья книга называется Король Атоли. Здесь что происходит? В первых двух книгах повествование ведётся от лица одного персонажа. В конце второй книги происходит событие, которое оставляет недоумение и читателя, и всех персонажей книги. И очень интересно получается, что вот в третьей части, когда как раз происходит реакция на это странное событие, нас меняется фокус, да? Повествователь теперь другой персонаж, который как бы со стороны наблюдает за всем происходящим. Герои, там второстепенные всякие ноунеймы в книге, они очень ошарашены, они не готовы принять произошедшее, да, и вообще презирают, презирают. И наш главный герой третьей книги постепенно наблюдает за тем, что происходит, и понимает, что все вокруг на самом деле неправы. И то, что они видят, это не то, что есть на самом деле. И читатель вместе с героем, понимая, что все вокруг ошибаются, с большим предвкушением ждет, когда же правда все-таки вылезет наружу. Дело в том, что люди, которые ошибаются в истории, они оказываются достаточно жестокими, и поэтому нам еще хочется добиться вот этого узнавания, чтобы они узнали правду и перестали вести себя так мерзко, как они себя ведут. В общем, мне было классно, что поменялся фокус, поменялся фокальный персонаж, за которого повествуется вообще о происходящем. И вот это вот усиление какой-то ненадежности истории... Потому что в «Королевском воре» очень многое, что нам кажется, на самом деле не является таковым. Это какая-то особенность серии. Поэтому, кстати, я не могу вам рассказать сюжет и говорю очень абстрактно, потому что в конце первой книги «Королевский вор» происходит событие, которое переворачивает с ног на голову примерно все, что мы знаем о главном герое. И я не могу рассказывать ни о чем, что происходит в последней четверти первой книги и дальше, потому что это все будет ужасными спойлерами. Поэтому я говорю вот так вот обобщенно. Закругляя ответ на вопрос, скажу, что да, третья часть цикла «Королевском воре» — это один из лучших сиквелов, которые я читала в этом году. Далее третий вопрос. Новый релиз, который вы еще не прочли, но очень хотите. Это, конечно же, Вольфрам Айленбергер «Пламя свободы. Свет философии в темные времена». Уже про эту книгу рассказывала в новинках, которые очень жду в этом году. И с тех пор я успела побывать на встрече с Вольфрамом Айленбергером, которая происходила в Zoom. Я впервые увидела, как работает технология перевода синхронного в Zoom. Это что-то невероятное. Вот, в общем, была встреча, было очень приятно его послушать. И совершенно чудесно, что он продолжает работать с российскими издательствами. И я узнала, что вообще Айленбергер задумывал это как трилогию. Первая часть «Время магов» про период до Второй мировой войны. Далее период, собственно, захватывающий приход нацистов к власти и начало Второй мировой войны. Это вот вторая книга. И третья книга уже поствоенному периоду будет посвящена. И там будет еще четыре философа. Это какое-то невероятное интеллектуальное удовольствие от чтения книг Вольфрама Айленбергера. Поэтому очень предвкушаю знакомство. Не знаю, почему до сих пор не прочитала. Мне всегда кажется, что мне не хватит ума, чтобы понять, что будет требоваться слишком много сил для того, чтобы разбираться в этом всем. Но на самом деле Айленбергера можно читать вообще с нулевой подкованностью, потому что он очень умело погружает нас и в контекст, и в содержание творчества этих авторов. Да, чтение будет требовать сил, но эти усилия будут вознаграждены удовольствием от самого чтения. Еще одна книжка, которая меня очень вдохновляет, это «Чтение как философская практика» Роберта Пирси. Издательство Fortis Press. Это новое издательство, кстати, которое было основано Валерием Анашвили, некогда главным редактором двух издательств Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, который делал совершенно блестящий портфель и для издательского дома дела, и для издательства Института Гайдара. Там великолепные нонфикшн-книжки. И вот он сделал собственное издательство, что на самом деле я горячо поддерживаю. И в частности вот эта книжка посвящена тому, как мы читаем. То есть это такая антропология чтения. И это как бы тема на тысячу процентов, которая меня интересует, поэтому очень предвкушаю, когда буду читать. И ещё одно художественное произведение. Тоже упоминала про эту книгу в ожидаемых новинках года. Это «Нёжность» Элизабет Маклауд. Я так привыкла к английской обложке розовой, которая была во всех промо-анонсах, что мне очень странно до сих пор ассоциировать её с каким-то зелёненьким цветом, который издательство решило использовать в оформлении. В общем, это большой роман, который в художественной форме рассказывает нам о том, как в Америке запрещали роман «Любовник Леди Чаттерлей». Тоже очень сильно хочу прочитать, но немножко боюсь объёма. Когда читаешь такие толстые книги в электронном виде, ты не думаешь о том, что они очень большие, но когда она стоит на полке вот так вот, меня это очень сильно угнетает. Далее четвёртый вопрос. Самый ожидаемый релиз второй половины года. Честно говоря, вот очень много новинок было проанонсировано сразу после Нового года, и я тогда отобрала действительно самые желанные релизы для себя и сняла видео про это, про которое я уже упоминала. Про вторую половину 2024 года я не особо следила за анонсами, поэтому, честно говоря, я даже не знаю, что вообще нам предстоит ждать. Что-то я видела из анонсов у Адмаргеном, у Полиандрии Новый Эйдж, но там нет чего-то, что я прям очень сильно хочу, что я могла бы сказать в ответе на этот вопрос. Поэтому, честно говоря, я не знаю, чего я жду во второй половине года. И напишите в комментариях, если вы чего-то очень сильно ждёте, может быть, я тоже себе что-нибудь подсмотрю. Пятый вопрос. Самое большое разочарование. Я редко говорю прям разочарование про книги, потому что, чтобы разочароваться, нужно сначала очароваться. А я далеко не всегда очаровываюсь книгами перед тем, как их начать читать, поэтому вряд ли здесь будет что-то прям вот соответствующее этому большому, ёмкому слову разочарование. Но несколько книг, которые меня не зацепили, прям серьёзно не зацепили, у меня всё-таки есть. Первая — это, конечно, Толкин и его легендариум, Ника Грума. Я очень подробно говорила о том, что мне здесь не нравится в последнем ролике про прочитанное о фэнтези, non-fiction о фэнтези. Мне не хватило глубины, мне не хватило систематичности, мне не хватило более качественного издания на русском языке, чтобы здесь были сноски, научный аппарат и так далее, так далее. Поэтому, да, можно назвать это разочарованием. Ещё я прочитала комикс от Bubble, «Союзмультфильм». У меня его уже нет, я его продала. Это истории от современных художников, которые как-то переосмысляют героев или сюжеты любимых нами мультиков, созданных в студии «Союзмультфильм». Я понимаю, на что нацелен такой сборник, на то, чтобы пробудить в нас ностальгию по любимым историям. Но почему-то у меня это совсем не нашло отклика, и мне большую часть истории была читать довольно неинтересно. И у каждого автора собственная стилистика, собственные особенности рисунка. И так как авторов много, приходилось в каждую историю включаться как-то по-новому, привыкать к новым особенностям изложения истории, новому художественному стилю и так далее, я поняла, что, наверное, это не совсем то, что находит у меня отклик. Я ещё думала прочитать у Bubble такой же сборник про смешариков, где разные художники нарисовали истории про смешариков. Но так как сборник про «Союзмультфильм» мне скорее не понравился, и вообще не зацепил, я решила, что с смешариками тоже, наверное, у нас не сложится, поэтому не стала его покупать. И здесь нужно назвать третью часть из цикла про колдуна Российской империи, про графа Аверина Виктора Дашкевича. Третья часть «Демоны с пустоши». Я, по-моему, не рассказывала на канале про свои отношения с графом Авериным. Тут наверняка кто-нибудь закричит, о нет, и тут тоже граф Аверин, и, значит, выбросит стол вот так вот. Да, как бы все побежали, я побежала, я слушала в аудиоформате, потому что, с моей точки зрения, это прекрасная развлекательная литература. То есть, если хочется чего-то легкого, такого ненапряжного, что будете сопровождать в поездке на работу, это идеально. Первая часть меня зацепила необычным сеттингом. Вообще было интересно погружаться в новую историю, в которой происходят всякие разные вещи. Было интересно следить за деталями, как именно этот мир устроен. Плюс первая часть, она же составлена из нескольких разных сюжетов, из разных дел, которые расследует наш граф Аверин, частный сыщик. И это создавало определенную динамику. Вторая часть, она помогла нам масштабировать немножко пространство. У нас действия разворачиваются в каких-то больших пространствах. Появляется столица, появляется королевский див, всякие-всякие такие истории. И за счет этого тоже было интересно, динамично. Вот у нас был какой-то враг, большая такая страшная нависающая фигура, которая держала читателя немножко в напряжении. А вот третья часть, во-первых, у меня было впечатление, что мы это все уже видели. То есть, после двух книг, реально автор не может нам предложить ни новых сюжетных ходов, ни какой-то новой серьезной интриги. И кажется, что все это уже было. У меня было такое впечатление. Кроме того, история вдруг стала максимально сентиментальной. Нам нужно спасти всех, кого полюбил читатель. Страшный враг вдруг превращается в союзника. Просто что? Начатки каких-то любовных историй вокруг графа Авериной, что значит, вероятно, нам уже показали его будущую жену. Действительно какая-то сентиментальщина пошла. Нету какого-то драйва. Дивы перестали быть такими пугающими, как нам их показывали в первой части, например. То есть, третья часть не предложила мне ничего нового по сравнению с первыми двумя. И мне это не понравилось. Мне это было просто скучно. Я знаю, что многие люди прочитали третью часть тоже с удовольствием, и им все понравилось, и это совершенно прекрасно. Но в моем случае это скорее разочарование. Ну, то есть, просто мне не зашло. Шестой вопрос. Самый большой сюрприз. Разумеется, в моем случае это шесть книг серии о королевском воре Мэган Уэйлин Тёрнер. Когда мне на стенде Popcorn Books Маша рассказывала про эту книгу, про вора, собственно, про первую часть, у меня сложилось впечатление, что это должно быть что-то вроде Янка Даута, такого фэнтезийного. Ну и вообще, опять же, попкорн. Попкорн издает такую, скорее, молодежно-ориентированную литературу, я больше люблю классическое фэнтези, но я была приятно удивлена, что мои вот эти вот ожидания не оправдались. Вообще, что продало мне книгу? Было сказано, что там средиземноморский сеттинг. Сразу, моментально продано. Средиземноморье это, разумеется, наша дорогая, любимая античность. Чисто античных сюжетов здесь не то, чтобы очень много, но у нас есть что-то вроде Балкан с этими оливковыми рощами, у нас есть древние театры, амфитеатры круглые, большие, у нас здесь есть плавание по морю, у нас есть какие-то отдельные элементы эстетики, которые заставляют думать про Древнюю Грецию и про Древний Рим, у нас есть большая держава, которая заставляет думать про Древнюю Персию, про державу Сосомидов, то есть какие-то вот такие небольшие детали, которые действительно делают мир запоминающимся и уникальным. При этом вся политическая система, все политические отношения это преимущественно средневековые вот эти вот вассальные иерархичные отношения, поэтому здесь такая смесь получается источников, на которые Меган опиралась, когда писала эту историю. Почему большой сюрприз? Потому что мне понравилось и я очень вообще редко падаю прям полностью с головой в какую-то историю, а здесь я подряд прочитала шесть книг, из которых три на русском, первые уже вышли в попкорне, и ещё три на английском, потому что я просто не хотела ждать. Я вам тут рассказывала про королевского вора, но забыла показать, что у меня есть первая книжка. Всё остальное я читала в электронном виде. Если коротко характеризовать, я уже упомянула, что нет никакой возможности рассказывать сюжет, кроме первой части. В первой части сюжет такой, что у нас есть главный герой Евгенидес, вор, который сидит в тюрьме некого государства, и советник короля этого государства его вытаскивает из тюрьмы, потому что про него известно, что он очень талантливый вор. Его услуги нужны для того, чтобы выкрасть таинственный волшебный артефакт, который никто не мог украсть уже очень много лет. И, соответственно, у героев начинается путешествие, и там всё строится ровно по мономифу о возвращении героя, и мы постепенно знакомимся с этим миром. Вообще, в первой части очень интересно, что герои идут, и по вечерам, когда уже готовятся к ночлегу, они рассказывают истории. И здесь мы узнаём мифологическую составляющую мира, которая будет важна в дальнейшем для развития вообще всего, что будет происходить дальше. Здесь мне очень понравилось внимание автора к вот этой устной составляющей древних и средневековых тоже общностей. Все эти устные рассказы, они были очень важны, и, соответственно, неудивительно, что герои тоже друг другу это рассказывают. И, опять же, это нас тоже отсылает куда-то вот к этим античным мифам. Вот после этой завязки у нас ещё пять книг, где происходит очень много всего, что можно ужать в описание героической фэнтези с политическими интригами и с практически полным отсутствием романтики. Ещё меня подкупило, что в первых двух книгах у нас фокальный персонаж это, собственно, вор Евгенидес, а в каждой из четырёх последующих книг у нас фокальный персонаж меняется, и мы сталкиваемся с новым рассказчиком, про которого мы думаем, вообще можно ему доверять или нет. И так или иначе, они каким-то образом наблюдают за тем путём, который проходит наш главный герой. Это было очень классно. Я с огромным удовольствием посвятила большую часть апреля и где-то половину мая просто чтению этого цикла. Это было очень круто. Я вижу, наверное, просто миллиард вещей, которые большинству читателей в цикле не понравятся. Это какая-то схематичность, очень часто кажущаяся нелогичность, хотя это, оказывается, не нелогичность, а хитрый замысел либо автора, либо конкретного персонажа. В общем, я прекрасно понимаю, почему цикл может многим не понравиться, но мне он очень понравился, поэтому мне хочется, чтобы как можно больше читателей обратили на него внимание. Далее седьмой вопрос. Новый любимый автор. Я бы не сказала, что это прям любимый автор, но это автор, за которым мне хотелось бы дальше следить. Совсем недавно я прочитала «Полицию памяти» Йоко Агавы, издательство Палеандрия No Age, или просто No Age. В общем, это взрослый импринт Палеандрия. И мне очень понравилось, потому что это такое исследование памяти и того, как именно память определяет, кто мы есть. А с другой стороны, это книга в том числе и об отношениях с тоталитарными системами и о том, как много мы готовы отдать этим тоталитарным системам, как много собственной свободы мы готовы им отдать, и, в конце концов, к чему это приводит. Наверное, нужно рассказать сюжет, может быть, он не всем известен. В общем, главная героиня живёт на острове, и там существует определённая полиция памяти. В какой-то момент жители острова просыпаются и понимают, что что-то исчезло. Например, птицы. И люди постепенно забывают, что вот нечто подобное вообще в их жизни было. Тайная полиция следит за тем, чтобы, если про какую-то вещь забыли, например, про духи, чтобы ни у кого, ни в коем случае, больше не осталось флакона духов. При этом, разумеется, есть некоторые люди, которые не забывают, и тайная полиция также пытается их вычислить. Это ни в коем случае не антиутопия, это скорее притча, и чем дальше в текст, тем отчётливее ты понимаешь, что это именно притча. Здесь не нужно искать какой-то буквальности, и нужно думать про эту книгу, пытаться понять её совсем на другом уровне. У Йоко Агавы, насколько я понимаю, весной вышла ещё одна книга на русском, это любимое уравнение профессора, и её тоже я бы очень хотела прочитать. Восьмой вопрос. Новый любимый персонаж. Это вопрос для читателей, которые любят становиться частью какого-нибудь фандома. Я скорее не такой читатель, но здесь я отвечу, что моим новым любимым персонажем стала Дженни Далфин. Вообще, мне нравится, что у Дженни вообще есть какой-то характер довольно ярко выраженный, то есть Алексей Олейников провёл достаточно большую работу. Хороший и приятный ли характер у Дженни? Нет, совсем нет. Она очень дерзкая, она очень любит идти на перекор всем преградам, которые ей выставляют. Она колючая, она дерзкая, и зачастую она обеспеченная, то есть она совсем не думает о последствиях, которые могут привести её действия. И мы прекрасно понимаем, что автор этой истории подготовил для Дженни довольно сложный путь, и как бы это очень отчётливо видно в конце второй книги, который достаточно серьёзный такой, мрачный. И ты понимаешь, что человек, ну в данном случае подросток, чтобы пройти через предполагаемые испытания, должен быть человеком железной воли. И мне кажется, что Олейников сделал свой персонаж вот таким вот жёстким, колючим, стойким в конечном счёте, именно для того, чтобы она смогла справиться с теми испытаниями, которые ей предстоят. И это вызывает у меня много чувств. Вот, да, очень часто Дженни бесит, да, она совершает бесконечное число ошибок, да, её хочется иногда взять за грудки и встряхнуть, сказать Жене, что ты вообще делаешь, но в этом её невероятное обаяние. И в конечном счёте сердечко болит, когда думаешь, что, наверное, у неё всё будет не совсем хорошо, потому что ей придётся столкнуться с какими-то очень страшными вещами. Опять же, почему? Потому что скрытые земли это, в принципе, местечко довольно мрачное и неприятное в плане того, что там обычно происходит, и какие люди бывают с ним связаны. В общем, что-то в Дженни меня очень сильно цепляет. Девятый вопрос. Книга, которая заставила вас плакать. Здесь можно было бы пошутить, что плакать меня заставили перлы из русского перевода Yellow Face Ребекки Куанг, потому что читать их и не плакать, либо от смеха, либо от ужаса, было просто невозможно. Я, впрочем, себя лишила удовольствия прочитать вот это вот издание с чаем с шариками и сунь хуй вынь. Боже мой, кому вообще пришло в голову перевести это именно так? В любом случае, я лишила себя этого удовольствия и просто прочитала Yellow Face по-английски. Чтобы не сохранять интригу, мне в целом понравилось. Понравилось больше, чем Опиумная война и Вавилон. Мне кажется, что это дерзкий такой текст от молодого автора, у которого есть собственный голос, но я бы не сказала, что это прям супер-вау. То есть для меня это крепкий, интересный за счет просто интересного сюжета и интересного авторского стиля, интересный роман, но не что-то, что лично меня очень сильно зацепило. Хотя прочитать было интересно, опять же. Если не иронично говорить, то я довольно редко плачу над книгами, и я точно не читала ничего мелодраматического за эти полгода, чтобы прям сказать, что я была готова плакать, но, пожалуй, у меня были слезы на глазах во время чтения кульминационных сцен в шестой части Королевского вора. Это Return of the Fifth. Возвращение вора, короче. Потому что там в конце было не совсем понятно, кто выжил, кто не выжил, и ты сидишь как на иголках и молишься, чтобы твои любимые персонажи все-таки остались в живых. Вот. Это был очень напряженный момент, то есть это были, скорее, слезы на напряжение, чем какие-либо еще. Десятый вопрос. Книга, которая сделала вас немного счастливее. Вообще, мне кажется, что этот вопрос можно расширить. Разные книги вызывают самые разные эмоции. Это, кстати, замечательно. Если говорить про счастливее в каком-то конвенциональном смысле, то меня обычно счастливее делают какие-то жанровые книги, которые предсказуемы, которые строятся по определенным жанровым лекалам, от которых мне комфортно по тем или иным причинам, то есть это что-то вот такое простое, развлекательное, жанровое. Например, меня сейчас счастливее делает прослушивание четвертого крыла. Я очень долго слушала разных людей, которые говорили, что им нравится, что им не нравится. Тут я начала читать сама и поняла, что это абсолютно моя история. Внутри жанра она сделана великолепно, а я люблю всякие романтические, фантастические, фэнтезийные, то бишь истории. Поэтому, да, четвертое крыло делает меня счастливее сейчас. Это сто процентов. Поэтому мне было бы интереснее переформулировать вопрос, точнее его расширить. Книги, которые как-то сильно эмоционально меня задели. И здесь мне есть чем поделиться. Первая книга, по которой я хочу сказать, это роман, чем мы занимались, пока выучили нас жить, Ивана Бевса, «Идательство самокат». Это роман о том, что в течение полгода происходило в одной московской школе. А происходило то, что формировались какие-то группировки, чёрный рынок, политическая партия, которая продвигала какую-то свою повестку и противостояние между двумя разными группами учеников. Во время чтения меня очень сильно флэшбэкнуло в мою собственную школу. Я человек, который пошёл в школу в начале нулевых. И, соответственно, всё, что описывает Иван Бевс, пробуждает во мне мои собственные воспоминания. Более того, некоторые сцены, которые происходят в романе, я визуализировала ровно так, как у нас это происходит в школе. Например, в тот момент протекает труба в переодевалке, и я просто представляю, как это происходило бы в нашей переодевалке. Или, например, столовую. Столовую я тоже визуализирую как нашу столовую в школе. То есть, это действительно затронуло какие-то вот такие мои собственные глубинные воспоминания. Во многом роман о том, как дети и подростки воспроизводят поведение взрослых и даже могут воспроизводить структуры политические, социальные, еще какие-то экономические, которые были созданы взрослыми. Ну и, конечно же, мы чувствуем здесь отпечаток, который наложила традиция Повелителя Мух Уильяма Голдинга. Просто все происходящее в школе гораздо менее жестоко, чем это было в Повелителе Мух. Название может показаться очень громоздким, но на самом деле оно бьет в цель, пока взрослые учат их жить. Они учатся жить самостоятельно, воспроизводя то, как ведут себя взрослые. Великолепно друг друге ее роману придает то, что мы видим две разные группировки изнутри. В романе две части. Первая часть от лица императора, вторая часть от лица Динары. И мы видим, как по-разному один и тот же процесс, который происходил в школе, видят люди с вот этих разных сторон спектра. В общем, прочитала с огромным удовольствием. Это затронуло мои собственные воспоминания, мой собственный школьный опыт. Поэтому, да, обратить внимание на этот роман обязательно. И еще книга, которая меня сильно эмоционально затронула, это «Кадавры» Алексея Поляринова. Для меня это очень мощное аллегорическое высказывание о том, как непроработанная травма может ожесточать человека. И что в основе травмы лежит боль, горе, непонимание, которые, находясь в человеке на протяжении многих лет, делают его несчастным. И в этом романе Поляринов заставляет нас, то бишь читателей, заглянуть в такую мрачную глубину человеческой природы, то после прочтения ты выходишь в обычный мир и думаешь, боже, как хорошо, что я здесь, как хорошо, что я не там, потому что там ужасно. Как бы в сердце травмы, в сердце боли, в сердце горечи очень-очень плохо. Как хорошо, что я здесь. Меня роман напугал не в смысле как бы ужастиков, страшилок и так далее, а вот именно из-за того, насколько детально поляринов показывает нам вот эту очень мрачную глубину человеческой природы. Опять же, как и полицию памяти нельзя читать кадавров как антиутопию или там постапокалипсис, то есть как реалистичную литературу. В самом деле это, опять же, аллегория. И роман актуален не только потому, что он показывает отношения между современной российской властью и обществом, но и потому, что он говорит о очень глубинной вещи, о том, как круг насилия, круг боли продолжает отравлять жизнь людей, которые вовлечены в него, людей, которые находятся рядом с человеком, которые находятся вот в этом средоточии травмы. Я ещё продолжаю размышлять над кадаврами, но это действительно очень яркое, очень сильное эмоциональное впечатление, которое у меня было за прошедшие полгода. Когда-нибудь, наверное, я соберусь и расскажу более подробно, что я про него думаю, но это действительно очень-очень-очень впечатляющий текст лично для меня. Одиннадцатый вопрос. Самая красивая книга, появившаяся у вас в этом году? Я бы сказала, что здесь поборются за первое место волшебная страна её окрестности Николая Эплея от издательства Иллюминатор, которое прекрасно иллюстрировано, про неё рассказывала опять же в последнем ролике, и чуть менее именно богатой иллюстрациями, но тем не менее очень красиво сделано с такой тканевой обложкой, с иллюстрациями отечественной художницы Марии Сутягиной. Ирландские сказки и легенды у Ильяма Батлера Йейтса изданные подписными изданиями. То есть не знаю, какое из этих изданий красивее, симпатичнее, мне нравятся оба в любом случае. И двенадцатый вопрос. Книги, которые вам нужно прочесть до конца года. Пожалуй, у меня нету прям таких строгих планов, что я читаю вот это, вот это и вот это. Меня ужасно угнетает, когда такие планы есть, и я начинаю их монкировать нещадно. Как только я составляю план, мне предстоит хотеться читать книги, которые я в этот план внесла. У меня это работает именно так. Но если говорить про вещи, которые я хотела бы прочитать до конца года, помимо тех книг, которые я упомянула в пункте про недавние релизы, которые мне хочется прочитать, кроме этого, я бы еще с большим удовольствием до конца года прочитала бы, точнее, дочитала бы до конца, потому что я ее уже начала. Это Бруна Бетельхейм «Опользовав волшебства смысл и значение волшебных сказок». Это психоаналитическое исследование того, как сказки воздействуют на наше, ну и в частности, на детское бессознательное. Для меня это один из подходов к объяснению того, почему мы любим волшебные истории. Здесь конкретно про сказки, но некоторые идеи, которые я уже подчеркнула у Бетельхейма, можно экстраполировать и на фантастическую литературу в целом. Это прям действительно очень интересно, и в исследованиях сказок это, наверное, один из таких основополагающих подходов, именно психоаналитический, и Бетельхейм здесь является классиком. И еще, пожалуй, мне бы очень хотелось в этом году прочитать трилогию Скотта Линча. Вот, собственно, первая книга «Хитрости Лока Ламоры» «Азбука переиздана». Вот буквально сейчас вроде как вышла вторая часть переиздания, и в какой-то момент до конца года должна выйти еще третья часть. Я пока не хочу начинать читать, пока у меня не будут на руках все три книги, но как только появится, с большим удовольствием прочитаю, потому что, да, ну, Скотт Линч, то есть надо быть знакомой с этой классикой. Я в 22-м году купила себе всю трилогию на английском языке, потому что тогда не было новостей про переиздание, и на русском книге уже были нигде недоступны. Но пока я собиралась читать по-английски, азбука издала по-русски, поэтому, видимо, я буду скорее читать по-русски. Английские экземплярчики останутся напоминанием о месте, где я их себе приобрела. Таковы итоги моего читательского полугодия. Очень рада была сегодня вам рассказать про них. Спасибо, что были сегодня со мной, и до скорейших встреч в Валете Амике. Субтитры создавал DimaTorzok